ух ты вот это острица кстати на сегодняшний момент многих позиций нет больше похоже это на школьную какую-то столовую здарова с вами для пирожков и ты на канале питерский ест сегодня мы на улице марата 57 кафе домашней японской кухни тайяки пойдем покажу что там есть друзья у меня есть рубрика после вкусе а сейчас у нас привет вкусе потому что у ребят не работает второй зал у них стоит очередь мы ожидании какого-то самого чудесного поедания японской домашней кухни не знаю насколько это все оправдает мои надежды но я прям очень стараюсь сегодня да я не ел уже как три с половиной часа я хочу уже есть я думаю что здесь сегодня все получит народу много стоит даже очередь к моему удивлению но посмотрим сегодня мы в нежнейшем кафе вот с таким меню вообще хочется сказать о том что когда заходишь сюда попадаешь в такую ласковую детскую няшную атмосферу здесь присутствуют такие хотя я думаю вообще это можно назвать кап капоп культурой типа музыкально кей ой кей поп культуру на короче комментариях напишет правильно я сказал или нет супер маленькое кафе на два зала вот мы находимся наверное в квадратах максимум двадцати и здесь три шесть восемь девять посадочных мест но имеется ввиду девять столов и в общей сложности здесь по три человека то есть условно там 25-30 человек можно сюда посадить и плюс второй зал но он сейчас закрыт что хочется сразу же сказать о чем в первую очередь это о том что вот на первой странице она приветственная страница вот такая да здесь девушка по на по имени анастасия с фамилией березенец или березенец надеюсь березенец я неправильно правильно сказал она основатель проекта тайяки здесь рассказывают предысторию вообще почему она решила этим заниматься это очень прикольно потому что но нужно задавать себе вопросы внутри почему так а ты пришел и понимаешь что вот тут основательница расписала почему эта девушка вообще открыла это кафе официанты тут ходят с ушками нам попалась стажер катерина которая очень сильно смущалась при заказе но мы надеемся что она ничего не перепутает за историю я наверное рассказывать не буду но основная фишка этого места это десерты тайяки точнее десерты а блюда тайяки это вот такие рыбки вафли с либо сладкой начинкой внутри либо с сытной начинкой внутри сыты это значит не сладкая просто какая-то типа там соливье но конечно здесь нет соливье но было бы прикольно что хочется сказать касательно меню она достаточно большое для такого маленького заведения я понимаю что часть делают на баре то что я вижу вафельницы сами тайяки а все остальное делают на кухне по меню все-таки мне вот когда ты приходишь такое место понимаешь что те 35 на потому что типа здесь столько разных цветов попадает мне в глаза и у меня я не ориентируюсь тут и типа хиты new там выбор насти кстати вот выбор настя здесь я хотел заказать там чуть не заказал это сытные тайяки я просто хотел какой-нибудь сладкую штуку здесь только не для меня для меня именно для меня нечитаемой информации я попадаю просто и вижу ориентируюсь только по картинкам если здесь нарисован суп значит здесь супы да там если здесь у нас есть что это у нас салаты то это у нас ну короче по картинкам я как как иностранный гость здесь буду ориентироваться по картинкам значит что хочется сказать по объему меню здесь вообще как я понял здесь есть вообще любая позиция из японии то есть какую бы вы у себя в голове не придумали позицию она здесь есть я что заказал для того чтобы такая легкая закуска суки моно это маринованный дакон 100 грамм 120 рублей взял себе генюку сарада с говядиной 410 рублей за 210 грамм то порция 210 грамм и по ощущениям небольшая но посмотрим насколько это много или нет кстати на сегодняшний момент многих позиций нет к нам подошел хостес молодой человек не и предупредил о том что вот таких таких то позиции нет их на самом деле много достаточно вот из десертов есть только моти как как я не знаю последнее время с кондитерами проблемы ребята если вы кондитеры приезжайте в петербург вы очень нужны этому городу кондитеров не хватает значит взял кимчи меса 250 грамм 190 рублей хороший ценник но посмотрим возможно это ценник просто за воду и взял темпу раудон это выбор катерины наши официантки рассказал что ей больше всего нравится эта позиция из напитков я взял холодный и чига мать алаты 290 рублей за 300 миллилитров пока не могу сказать адекватный этот ценник или нет будет смотреть на порции пробовать вот так же здесь есть летнее меню такое не буду рассказывать про него легкая и есть вот такая условно памятка где ты можешь получить всякие бонусы типа рыбка за мангу подарок день рождения камень-ножницы бумага что это такое дзянкин фон камень-ножницы сразится большой игре с одним из членов стояки на выиграть получишь любую рыбку сейчас будем играть на камере мы люблю камень-ножницы бумага в общем вот это что касательно меню что касательно атмосферы здесь это больше похоже наверное не хочу никого обидеть друзья больше похоже это на школьную какую-то столовую да где развешаны всякие рисуночки свои какие-то картины какие-то буквы вот наверху тоже ну короче видно что в оформление особо не вкладывались ну типа решили сделать этот таким каким-то домашним прикольным местечковым местом и как бы сделали все сами ну это и неплохо наверное два судя потому что здесь совершенно полная посадка еще и очередь и значит это очень популярное место вот ну и нам к нам подожди не знаю почему к нам отправили катерину не она стажерка она нам честно призналась когда я у него начал спрашивать за позиции она сказала я не знаю там не в курсе и так далее вот я и пришлось поверить ей на слово и взять те позиции хотя бы несколько которые ей нравятся будем пробовать кафе японской домашней кухи тайаки поехали нам вынесли и чига матя латте 290 рублей сказали что мне придется его размешать а я думал что мы будем пить послойно ладно будем пробовать ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой смешивается красота пробуем это похоже на молочный коктейльчик такой типа который я покупаю старшей дочери вкусно очень нежно сейчас я пойму с чем это свежая клубника точно свежая клубника прям чувствуется молодцы единственное что видимо клубничка заморозка ну а с другой стороны сколько сейчас стоит свежая клубника то сколько денег а так заморозочка купил добавил и клубника есть и людям приятно а в общем я бы конечно повторно такую тему не взял за 290 рублей все-таки сколько здесь 250 метра ну я сказал 300 миллилитров но я не знаю вот был бы у меня мерник я бы может быть померил я здесь 300 миллилитров или нет вообще похоже на то что это действительно так вот но в будущем буду убрать кофе если вдруг буду здесь вынесли первую позицию цукемона 120 рублей ну выглядит достаточно маленькой порции но на самом деле мне кажется за 120 рублей вполне себе адекватно а ничего сладко маринованная такая ну прям маринад чувствуется хотя его здесь как водичка нет мы прям хорошо вымочен в этом маринаде по вкусу мне напоминает больше наверное капусту очень свежие очень хрустящие прям очень приятно для жаркой погоды мне кажется такое блюдо вообще шикарно просто освежиться потому что прям холодное-холодное по запаху как огурчик маринованный здесь алкоголь и не продают но узнаете его если взять какой-нибудь крепкий алкоголь и прям смаринованный могу не плохо неплохо 4 плюс значит следующая позиция юнику сарада 410 рублей порция нету небольшая говядина отварная много овощей будем пробовать есть вот такой шикарный совершенно соус который пахнет чуть-чуть барбекю не знаю так это или нет сейчас попробуем он перемешаем это все и получаем генику понятное дело сам салат пресный вообще все даже говядина не соленая когда ты добавляешь сладко-соленая заправка хотя не сказано что это заправка здесь даже чувствуется говядина в этой заправке как будто бы настой настой легкий говядина бульон говяжий и выглядит и по вкусу это интересно потому что когда мне попался короче ростки гороха микро зелень я ее не очень люблю и короче она прям портит вкус в общем по салату для такой порции дороговато но здесь действительно нормальная хорошая говядина без жилок здесь много овощей можно сказать о том что вне сезон это очень дорогая позиция по себе стоимость продают они и за 410 рублей сейчас поэтому вполне себе норм вынесли мой суп кимчи кимчи мисо 190 рублей за 250 грамм в общем я подумал изначально что это вынесли бульонку дону но я ошибся давайте попробуем ухты вот это острица офигеть впервые я ем суп где действительно хорошая яркая острица где суп не просто говорят нас острый кимчи а здесь прям острый суп круто это вот такой бульончик похлебать после моментом застолья поутру пошел попил такого бульончика и стало все хорошо здесь есть кимчи капуста зеленушка яичко перепели на аккуратный такой приятный суп но по вкусу мне прям очень заходит переплетение очень ярко чувствуется мисо паста но при этом такая настоящая кимчишная острота которую например я я сам готовлю кимчи дома вот именно такая острота мне нужно кайф однозначно 5 прям рекомендую следующая позиция темп раудон любимое блюдо нашей официантки катерины стажерки выглядит просто потрясающе ну реально прям глазами уже поел это это вот 50 процентов просто от успеха блюда так вот это я понимаю крабовые палочки у нас в кляре офигенно блин впервые я ем крабовые палочки в каком-то заведении и мне они нравятся просто потрясающе вот супами них все офигенно бульончик сладковатый сейчас попробуем попробовать креветку друзья я в культурном шоке реально офигенная креветка если сейчас еще будет лапша аль денте но все пробуем лапшицу это топ вот это надо есть каждый день 570 рублей за такую порцию здорового супа и вот если идти за удоном то это сюда посмотрите какое яйцо ну боже мой однозначно 5 плюс плюс я редко могу поставить супу такую оценку давай конечно еще финишнем последний момент по бульону прям чтобы да не видя и идеальная острота идеальные внутри продукты потому что вот чтобы найти хорошую креветку хорошую не дай бог кровавую палочку вот это дорогого стоит здесь круто ну и в общем значит у нас сладкое таяки выбор насти это основательницы этого места матья куриму заварной крем зеленым чаем матья вообще у нас она немножко подгоревшим чуть-чуть с этой стороны и с этой стороны давайте попробуем по вкусу кайфовая вафля само тесто оно практически безвкусно просто с легкой сладостью внутри такой пюреобразная пюреобразная начинка естественно начинка это сделает основной вкус но такое легкое как будто бы немножко жвачное тесто вместе с этой начинкой дает такое ощущение вкусного десерта а еще удобно есть оно не разваливается совершенно удобно за хвостик взять тепленькое вот такое с копейком надо пить прикольно впервые пробую конкретно такой десерт вот точнее это даже не десерт это блюдо со сладкой начинкой ммм начинка есть даже в хвосте что удивительно да формата теста и пирожков разбавляем мичтою так ну что нам вынесли счет в таком кубике дали нам закладку для книги вообще прикольно на самом деле здесь смотрите типа все адреса и так далее это не просто визитка это крутая закладка для книги здорово придумали по счету 1770 рублей позиции 2, 4, 6 то есть 5 позиций плюс напиток для такого количества еды и для такого качества еды это очень хорошая цена хотя изначально я посмотрел цену думал что это будет чуть дороже вот но с учетом того что таяки сама вот эта рыбка стоит 190 короче класс мне по ценнику прям понравилось по еде очень понравилось и медленно переходим к рейтингу Глеба Ярошкова друзья итак первое это атмосфера я уже немножко говорил про это здесь все-таки ну я бы как-то как-то у меня было ощущение школьной столовой то есть оно так и осталось только не российской школьной столовой поэтому я здесь не получил какого-то по атмосфере прям настроение какого-то состояния что типа вау как классно здесь сидеть так приятно мне даже впервые музыки не хватает то есть она настолько тихо играет прям где-то на задворках вот в общем по атмосфере ставлю четверку номер два транспортная доступность слушайте по транспортной доступности все хорошо потому что здесь все рядом да Маяковская рядом ну ближе наверное водный канал это все вместе занимает там 10-15 минут с одной стороны либо со второй стороны пешком если хочешь на машину платная парковка все шикарно 5 3 это обслуживание вот наверное за обслуживание сразу без оговора хочу поставить тройку почему потому что девушка несмотря на то что стажерка она не может ответить на многие вопросы которые меня интересовали касательно меню касательно позиции и так далее но мы на меня это никак типа не задело пофиг но стажерка нужно понимать так же со стола очень 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 медленно убиралась грязная посуда грязная знаете иногда бывает приходишь кафе там или до ресторана у тебя так тюк 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 все забирается быстро здесь что-то прям не знаю все стояло на столе мы уже поели мы уже там оставили упаковки от бутылы в смысле от трубочек все равно короче ну в общем вот это единственное по обслуживанию это тройка далее четвертое это еда ну вот если честно прям очень здорово я реально от удона например или от того же самого мисо кимчи я бы даже удивлен я не ожидал такого качества продуктов такого вкуса здорово я прям ставлю еде однозначно 5 плюс ну и пятое это цена по цене меня тоже все устроило 1770 рублей совершенно адекватные деньги для места с таким уровнем продуктов и еды то есть ну мне прям зашло общую оценку я конечно же поставлю если конечно все это соединить будет где-то наверное четверочка ну вот 4 плюс 5 вот обязательно рекомендую прийти просто хотя бы попробовать супы там да они однозначно топ спасибо всем большое что досмотрели это видео до конца увидимся в следующем видео пока он не оставил чаевые разве короче назовем тебя Серега ты очень похож на Серегу как вы считаете Серега это хорошее имя для такого для этой игрушки оставляем чаевые значит что у нас здесь есть давайте введем сумму 10 процентов напишем отлично было ли комфортно да через не буду говорить какой банк отправляем деньги банки если мне захочешь заплатить денег скажи да Серега да но для тех кто смотрит нас не из Санкт-Петербурга это типичный питерский двор друзья и у нас рубрика послевкусие что хотелось бы сказать про бар Старгород это ну действительно старое очень дорогое невкусное заведение вот для того чтобы типа пойти и кайфануть там да чтобы прям посидеть насладиться нужно уже перед этим выпить бокальчика 3-4 пивка для того чтобы вся атмосфера показалась ну более так скажем расслабляющей потому что там есть конечно ништяки в стиле там тебе подходят ребята поют песни на гитаре баяни и так далее то есть да можно потанцевать на столах в общем когда ты уже немножечко выпивший когда ты слегка уже такой типа игривый в стиле а давайте может быть потанцуем вот можно идти туда ну вообще я категорически не рекомендую идти в это место потому что за супер ужасный шашлык 900 рублей меня прям до сих пор трясет с этого то есть 900 рублей за просто хреновый шашлык не говоря уже о том что там на стойке стоят 350 рублей за 50 миллилитров ну ну как бы присутствует головато вообще за такие деньги ставить на стойке в общем не рекомендую старый город это значит у нас как что Продолжение следует...